Политет Волонтеры на олимпиаде в Сочи Ребятушки волонтеры! Вы же тоже Россия! Вы же тоже часть сборной! От вас также зависит успех! Ну что готовы? Не подведите! И к огненному рубежу подходит спортсмен из сборной России! Изборная России закрывает четыре мишени и открывает одно уголовное дело! Волонтеры на олимпиаде в Сочи Ребята научатся и мы им помогаем по учёбе! Ага! А за это они нам разрешили на сцене выступать и шутки рассказывать? А друг другу! Рене Дюкарт обладал очень специфическим чувством юмора и поэтому понимал только плоские шутки! Ахахаха! Ведь он изобрёл плоскую систему! Ахахаха! Он, наверное, приезжая из шуток по такому же принципу набирал! Ахахаха! Ахахаха! Это раз и два и три и четырнадцать! И раз и два и три и четырнадцать! У него, наверное, график работы был в сутки через пить. А следующая шутка разойдется по самому, как чума в Средневековье. Друзья, к сожалению, мы сейчас не в Средневековье, поэтому идите пока за кулисы. Конструкторское бюро автовазов. Да, господа, Запад уже давно перешел на гибриды. Нам нужен свой концепт-кар. Предлагаю модифицировать старую модель Лады. Есть идеи? Ну, у меня есть идеи-кар. Ну, давай. Ну, в общем, это мой первый проект. Строго не судите. Лада-Ябада-Батур. Простите, что? Лада-Ябада-Батур. Это самый экологичный, экономичный автомобиль в мире. Да ладно? Да серьезно, я сейчас покажу. Вот, и это все? Нет, у нас еще зимняя резина есть. Идиот. А следующая шутка будет, конечно же, про Амкад. Так, в последнее время. Ребята, у нас есть, у вас есть классная идея до следующего номера. Да, вы нам поможете? Нет, спасибо. А кто он курсовый его делает? Да, конечно, помог. Вот, тут есть список, значит, всего, что нужно до следующего номера. Реквизит. Готовьтесь. Хорошо. А вы представьте, что мы находимся в музее величайших открытий науки и техники. Ага. О, только посмотри, какие тут великолепные экспонаты. Вообще, смотри, кажется, это первый телефон Белла. Что это? Ну, это iPhone-реквизит, уже был написан, телефон я и принес. То есть, ты считаешь, именно так выглядит первый телефон Белла? Нет, я считаю, именно так выглядит пятый телефон Стива Джобс. Какая разница вообще? Какая разница? Ну, давай посмотрим, какая разница. Итак, первый телефонный звонок. Алло? А? Ой, а что это не слышно? А что это не работает? Конечно, не работает, у меня iPhone сномали. Теперь ты понял, в чем разница? Дуравые дилетанты, а? Так, так, дальше у нас первая камера братьев любви. Ага. Это iPhone? Ну, у него же есть камера? Вы что вообще делаете? Так, пойдем к следующему экспонату, радио Попова. Ага, я все видела. Что вы тут устроили? Это вообще-то музей, а не амустер. Ну-ка, уходите отсюда, уходите все отсюда. Да, ну здесь, наверное, будет все хорошо. Лампочка Эдисона. Ну, лампочка Эдисона, то это лампочка Эдисона. Что это? В реквизите было написано лампочка. Я доставлю вам лампочку. Что не так? Хорошо, тогда смотри. Эдисон подкалывает своего друга. А теперь засну ее в рот. А сейчас гвоздь проклянует. Да, это уникальное изобретение, которое объединяет в себе вычислительные мощь суперкомпьютера. Выдемидимые возможности современного планшета. Изящество, искусство. Изучание целого симфонического оркестра. Это... Что это? Это скотч. Самое гениальное изобретение всех времен и народов. Так вы вообще уже обалдели. Ну, ты знаешь, в чем-то он прав. Если бы не скотч, у каванчиков вообще бы реквизита не было. Ребята, где Кирилл должен был финальные слова читать? Понятно, я попробую с него сказать. Команда КВН строительного факультета, мы достигаем любых целей. Докидем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...